Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Jumping Donuts! Как у вас дела, ребята? Сегодня я решила сделать видео, где я хочу попробовать новые поманды, которые я вам уже показывала, когда я только купила, да? Я хочу показать, как она смотрится на губах. Это стила кит, где там 6 разных цветов. И я подумала, во многим наверняка было бы интересно, как она смотрится на губах. И, конечно же, я хочу сегодня попробовать новую помаду от Kat Von D. Она коробочка вот такая. А сама помада выглядит вот такой. Цвет называется Exorcism, который просто великолепный цвет. Просто потрясающий, который просто, мне кажется, тренд, просто крик моды. А еще хочу показать другие мои темные, как бы темного цвета помад, которые я очень люблю. И если вам интересно, оставайтесь со мной, я вам сейчас покажу. Окей, ребята, в первую очередь я начерчу карандашом для губ. Это MAC называется Whirl. Вот, вначале я сделаю контуринг на губах. Так, вначале я хочу попробовать этот цвет. Этот цвет называется Caramelo. Начнем с самого нейтрального. Ощущение такое, что, когда наносишь, она такая жидкая, но она быстро высыхает и уже матовая. И не такая уж сухая. Она очень хорошая. Да. Но цвет очень шикарный. Цвет мне очень нравится. Для каждого дня, мне кажется, офигенный. Так, теперь хочу попробовать следующую патину. Цвет патина. Вот такой. Мне очень нравится этот цвет патина, так как она не слишком бледная и не слишком красная. Оно спокойная, нормальная помада, которую можно носить хоть с чем. Хоть с темными глазами, хоть просто без ничего. Мне кажется, очень красивый цвет. Так, следующую я хочу попробовать Aria. Aria, который тоже популярный цвет. Мне нравится этот цвет. Очень классный. Я еще не пробовала. Смотрится классно. Да? Так, следующая будет этот красный красивый цвет от Stila, который мне очень нравится. Вы сейчас посмотрите, как она классно смотрится. Так, примерно так. Такой яркий красный цвет. Мне просто очень-очень нравится. Если вы помните, я говорила, если носить красную помаду, то лучше стойкую, которая вообще не мажется и держится очень долго. Думаю, многим подойдет этот цвет. Следующая помада будет эта, которая называется Chianti. Тут вот темный цвет. Я уже на том виде была уже как бы в нем уже. Я хочу еще раз попробовать. Кто знает, может в этом освещении будет намного лучше смотреться. Единственный минус с темными цветами, что всегда кажется, что потом нужно вокруг чистить. Так, все-таки нужен был карандаш для губ. Теперь я сейчас мучаюсь. Короче, в общем, мой любимый цвет. Все равно мой любимый цвет. Хоть иногда бывают трудности такие, что наносить очень тяжело. Здесь карандаша для губ. Так. Так, пока мои губы не отвалились просто из-за того, что еле как, еле как вытерла. Из-за того, что она такая водостойкая, я прям не могу высыхать и вообще еле как вытащила. Точнее, вытерла. Так, получается последний из стилы. Это вот это. Он называется Como. Мы сегодня попробуем его. Я точно знаю, что он мне не особо пойдет, потому что он такая бледная. Ну, ничего, попробуем. Чего, мне очень даже нравится. Думаю, с моими стрелками хорошо получилось. Я ожидала результата похуже, если честно. Мне очень даже нравится. Итак, теперь самое последнее, которое я хочу попробовать. Это Cat Von D Exorcism, который обожаемый мой цвет. Тоже стойкий, тоже еле как можно будет. Вот такой вот бордовый цвет. Точнее, бордовый, малиновый, не знаю. Темный бордовый цвет. Да, мне этот цвет нравится. Это как бы показывает просто мою личность. Я просто люблю темные цвета. Да и вообще, осенью хочется столько темных цвета носить. И мне кажется, это офигенно. Не знаю, классный цвет. Мне очень-очень нравится. И напоследок я не буду пробовать на губах. Я просто хочу, чем я пользуюсь, какие темные помады я люблю. Которые офигенные для осени и зимы. Это получается у меня. Первый, это вы знаете, который я постоянно ношу. И в инстаграме говорила про это. Это MAC Stone, который классный темный цвет. Темная помада. Следующий, который я люблю еще носить, еще в прошлом году носила, это NYX Lip Cream Soft Matte. Вот это такой. Цвет называется Copenhagen. Copenhagen. Еще один цвет, который я обожаю носить, тоже от NYX. Это NYX Butter. Называется вроде Licorice. Тоже красивый темный цвет. Тоже люблю носить. Мне кажется, я уже коллекционирую темные помады уже. Темного цвета. Тоже это такой вишневый цвет, можно сказать. Вишневый темный цвет. Еще один, который я просто тащусь, это Salem. Salem от Lime Crime. Вот этот. Вот этот намного стойкий, самый стойкий из всех, что я пробовала. Оно даже если кушаешь, пьешь что-то, оно будет оставаться на губах. Оно действительно... Оно не размазывается, что мне очень нравится. Вот. Lime Crime. Что ж, ребята, спасибо огромное, что посмотрели мое видео до конца. Надеюсь, вам это понравилось. Теперь вы знаете, как они вообще смотрятся на губах. Надеюсь, я вам передала мои ощущения. Не знаю, самые лучшие помады от Stila, которые стойкие. Еле как вытирала, честно. В ощущении очень стойкие. Слишком стойкие. Exorcism Catwoman Dix. Самый красивый цвет, который обожаю. Я вам уже показала от NYX. Это в более бюджетном плане. Если хочешь темного цвета помаду. Я вам показала Lime Crime, который с Salem. Офигенный цвет. Как-нибудь будет шанс на мейкотекториях, я покажу, как он смотрится на губах. Я бы сейчас показала вам, но мои губы уже вообще не могут воспринимать никакой цвет. Вот, надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы посмотреть мои новые видео. А мы с вами увидимся на следующий раз. Пока-пока.